Как там фенек, Моно? Нормально, хватит, печальный, что-то умный очень. Что печально? Серьезно, не разговаривает, не хочет разговаривать, не хочет общаться. Он какой-то немножко как не в себе чуть-чуть. Какой-то предмет у него под рукой, под лапой, под рукой. Я его по-разному вижу. Иногда как зверька, иногда как фигуру. Вот как держит вот так вот впереди. Вот здесь что-то важное у него там есть. Что там? Мы позовем. Давай. Потому что во сне с ним общался. Учил вспоминание с пола. Смотри, что. Шапка какая-то, шлем. Странные формы. Это его? Ну, в основном случае отдавать не хочет. Вот цвета какой-то. Видишь, как бронза. Но не такая красная, не медь, а вот именно бронза. Желтая с такими или синим, или зеленым, зеленым каким-то отливом. Что-то такое. Насколько я вижу. Он не хочет показать. Он говорит, что это его меч странный. Не меч, а шлем странный. Форма какая-то слишком закрытая. Не понимаю, на кого он надевался, потому что там закрыты полностью. Если обычно мечи... Ой, да что этот меч прицепился? Обычно... Что меч прицепился? Обычно шлемы. Они вот на голову правильно, а лицо не скрывают. А тут скрыты все части головы. Если представить, что его на кого-то внутрь одеть, вот чью-то голову внутрь, да? Он закрывает, и лицо тоже закрывает. Он как цельный вот так вот идет, только вот здесь какие-то... Не знаю, что это. Закрытый. Во всяком случае, щеки, лоб точно закрыт. На ком он был одет? А Фенюк говорит, что это его. Не думаешь, что прям Фенюк в этом бегал? Горностай, Фенюк, да. Он утверждает, что это его, потому что не дает посмотреть. Не хочет показывать никак. И такое впечатление, что не цепляетесь ко мне. Он сегодня не в настроении совершенно. Как я его понимаю. Ты мне бы хотел когда-то там след твоей энергетики, если вы не испытываешь ни с чем. Как он офига оказался? Снег его нашел где-то. Как откопал, понимаешь? Показывает, что это его трофей. Он его нашел, откопал, это его. Да, это когда-то твоим было или там чувствуется. Знаешь, такое впечатление, что внутри вот кровь твоя, вот что-то твое, запах твой, энергия твоя. Если был шлем, то вот какой меч был? Красивый обычный меч. Такой короткий, а потом становился длинный. Он был подключен к системе жизнеобеспечения какой-то. То есть это, знаешь, опасность, адреналин, и он как сам открывался этот меч. Он как-то вот, у него вот тут один, два, три, три такие ремешка были. И какие-то, знаешь, сверху это горели, как лампочки, вот так по две штуки. Но внутри как не иголки, но что-то шло немножко. Внутрь, вот так, как на кнопке, допустим, знаешь, вот так чуть-чуть. Не прокалывало, не делало больно, оно как вживлено было. И этот меч как-то был, ну, сердцебиение, вот еще какие-то функции, он синхронизировался с телом. Этот меч не покупался, это как при каком-то посвящении давался этот меч. Он, то есть, под каждого человека был подстроен индивидуально. Вот у тебя был такой меч, он в руке вот так короткий. Ну, вот так. А потом как-то длинный становился. Вот просто вот взмахнуть рукой, не нужно было что-то делать. Вот раз рукой, и все. И если тут подключено, что у тебя функции организма как-то готовы, или я не знаю, почему там. Ну вот я вижу вот это движение, и он становится длинным. Это не похоже на телескопическую какую-то антенну никаким образом. Он не выдвигался, он просто становился длинным. И, говоришь, Звездные войны еще не смотрел. Представь, это посмотрит. Это было очень давно, наверное, лет 10 или 15 лет назад. Ну, давно во всяком случае. Наверное, лет 10 назад. А не только какая-то там серия была вышла, по-моему. Смотри, как я потерял этот шлем. Его не смогли разрубить. Кто? Ну, тот, кто нанес удар по тебе, тот, кто разрубил тебя. Его просто пришлось с тебя скинуть, потому что разрубить его не получилось. Крепкий какой-то шлем. Крепкий. Нет, не такая, как у нас телесная. Немножко другая. Побледнее, что ли. Там процессы какие-то другие происходили. Не было такого. Ну, не этот цвет. Скорее, какой-то. Знаешь, вот если бледные-бледные люди. Зеленоватый? Чуть-чуть, там, синеватый, зеленоватый. Совсем такой. Если бы у нас такой ходил человек, сказали бы не очень здоров. А кто отделил тем вместе с головой прозреваем? Вместе с головой, да. Тело пополам разрубили вроде бы. На две части, как раз по центру, по позвоночнику разделали, как тушку. Но это было сделано чем-то таким, что сразу и запаивало. Вот скорее таким же мечом. Потому что края тела, как оплавленные, в надежде, по-моему, чтобы и душу разделить полностью. Электрическое оружие, да, влияет на душу, на тонкие тела. Они для того и сделаны. Единственная была вещь, которая развязала на квантовом уровне, в том числе. Вот для этого такой удар и был сделан. Вот полностью как разрубить, чтобы именно душа пострадала. Хотели как-то твою душу разрубить пополам. И две части тела где-то нужно было забросить далеко друг от друга, чтобы не соединить, чтобы не было возможности синхронизации. И голову отрубили, да, голову отрубили. Шея. По шее, скажем так. Я бы не сказала, что это человек или я. Да, у него форма человеческая, скажем так, но это не та физиологическая, скажем так, субстанция, как и ты. Это что-то другое. Как-то модифицирован или не считывается такое, как у тебя сознание или такое же физическое тело, скажем так, оно совершенно другое. Хотя форма примерно такая же. Там чувствуется мощь очень большая и энергетика очень опасная. Вот в чистом виде, знаешь, зло в чистом виде, если можно так сказать. Вот отделённое от всего более качественного, более светлого. Если можно, вот взять и отделить. Всё равно, какое бы там ни было зло, какие-то добрые мотивы, побуждения, что-то. Вот где-то какая-то, знаешь, нотка чего-то тёплого должна быть. А там вот ничего такого не чувствуется. Рост еще, а цвет тоже. Рост выше, а цвет кожи абсолютно не виден. Он как тёмный полностью считывается, как полностью тёмный. Возможно, там и был какой-то цвет кожи, но вот я его вижу просто как тёмный силуэт. Нет, это не ограникаем образом. Форма черепа поглощает тёмное странное силу. Да, он как втягивает в себя всё. Я не вижу его черепа отдельно от такого же шлёма, как этот шлём этот у него на голове. Такое впечатление, что он как продолжение черепа или как-то внедрён в этот череп. Настолько идёт синхронизация подключика, что они как единое целое считываются. Я понимаю, что это отдельный, скажем так, апгрейд, и внутри есть голова, но я не могу отделить. Я когда пытаюсь на него посмотреть, в любом случае вижу этот шлём. Как не снимал его никогда, что ли. Вот такое впечатление, что он как вживлен как-то, понимаешь. И идёт подключика настолько сильная именно к энергетике этого существа, что отдельно лица даже не видно. Условно, меч у него какого цвета? Лучше, как у меня? Нет, не такого, как у тебя. Меч яркий, очень алый какой-то. Вот именно даже красный, ты, знаешь, алый-алый и яркий, и очень красный. А у меня? У тебя другой, у тебя более холодный цвет, голубой, что ли. Синий и чуть-чуть жёлтый внутри. Чуть-чуть, знаешь, как у основания что-то такое бело-жёлтое, а дальше идёт полностью синее наполнение. Как... Это не кристалл, потому что через него вот можно... Это вот именно световой какой-то, энергетический. Потом удалось восстановиться душа? Или половинкой пошло дальше? Она не была повреждена. Этот удар не... Да, этот удар не принёс такого результата. Были отсечены какие-то возможности, это да. Но душа сама по себе не была разделена или расчленена на двоя части. Впечатление, что возможности и какие-то, как, знаешь, наработки были просто отсечены. Что вот как верхние какие-то, ну, я не знаю, как это правильно назвать, опыт, возможности, что это вот раз, и вот так исчезали. А вот ядро, именно суть, она осталась. Не получилось у них так, как они хотели. Была очень сильная надежда, что есть фантастические фильмы в Роя. Очень хотел видеть. Если был я там, там, наверное, была и ты, да? Не знаю, наверное. В высоком случае, картинки я вижу. Там. Если это было, условно сказать, место твоей дислокации, где я тебя чаще всего вижу, это даже не планета. Это какой-то объект, который находится в космосе, но тем не менее, именно планетой, вот, если можно так сказать, природного происхождения, он не является. Возраст я вижу разный у тебя, я тебя там на протяжении, как десятилетия, наверное, вижу. Или больше даже. Больше. Если только картинки и безбольник, то, значит, ты нормально умерла, скажем так. Надеюсь. Да, конечно. Я до сих пор прибитый немножко. С этого сна вышел. Сейчас соберусь как в тумане. У вас странные взаимоотношения были с этим странным дядькой. То ты от него убегал, то ты его догонял, то он от тебя прятался, то он тебя искал. Не могу понять всю суть вашей конфронтации, именно потому, что это как-то странно, кто на кого, понимаешь. Сразу ты... М? Сусопка. Да, сразу ты от него, потом он от тебя, и вот так постоянно, как... Таких, как он, сколько было? Таких, как он, таких, как он больше не было в той вселенной. То есть, стенной когда-то был кон, но он его как поглотил. Он стал каким-то темным и всевластным каким-то. Я его вижу в разных ипостатях, я его вижу вот, поэтому мне и трудно сказать, какого цвета лицо. Он как был, понимаешь, повсюду. Он долго. Мил долго. Смотри, это сам красно-черный, либо просто как его... Проекция какая-то. Проекция. Ученик многого добившийся. Сейчас посмотри. Ну, во всяком случае, его сознание было туда перенесено. У него могло быть любое тело, но его сознание там находилось. Умная сторона силы. На тот момент он был там. Да, это он. Как они с силой обращались? Попивали. Поглощали, выпивали. Отношения как здесь? Нет, как-то по-другому. Вот идет просто, что порабощали они полностью. Как вытягивали полностью свою энергетику. Вот если направить, картинка идет, что-то живое раз, и все, вытянуто. Абсолютное поглощение. Это не жертвоприношение, это война и подчинение. Более такой механизм брутальный, скажем так. Ну, по крайней мере, это честная война, если бы не вот этот вот нюанс, что они делали с душами, заигравших. можно было бы не заглядывать, верно. Это было противостояние очень мощное, Илья. Это не было честно. Там было много подводных камней и много, как обычно. Предательства и всего прочего. Как постоянно силы, которые из одного лагеря в другую перетекали, понимаешь? Нельзя сказать, что это четкая фиксация. Вот один лагерь, вот второй лагерь. Как постоянно какие-то перебежчики, как постоянно люди, на которых опираешься то туда, то сюда. Вот так вот. И очень много интриг разных, очень много. Как постоянно вот оборачиваешься, никого вокруг нет. Вроде все-все есть рядом, а потом хопа, и все разбежались. Ощущение предательства очень четкое. И ощущение постоянной опасности, что невозможно на кого-то положиться, потому что не знаешь, как на самом деле, кто это на самом деле. Вот когда к человеку, к любому на него начинаешь смотреть куча скрытых мотивов, ну, условно, человек все-таки форма практически человеческая. Там очень много было каких-то созданий, которые трудно назвать механическими. Если в РОИ была технология, которая могла из одного тела в другое перемещать сознание и душу, то тут перемещали, блокировали сознание, душу выполняла только, душа выполняла только функцию батарейки, аккумулятора какого-то. А именно сознание было заблокировано. похоже на биороботов каких-то, скорее всего, если судить по тому, как сейчас можно это характеризовать относительно тех параметров, которые мы понимаем, знаем. Впечатление, что разделение души они именно таким образом и использовали, чтобы когда у человека разделена душа, условно, уже условно человек, когда его убили и разрубили пополам, две нефункционирующие нормально половинки можно было вот в одно тело какое-то, не она как коробка какая-то идет, ну не коробка, а именно что-то механизм. И во второе такое... Какой-то заплечный рюкзак, да? Либо себе на подпитку. Что-то вот туда и туда вот всунули и да, это просто аккумулятор, это просто батарейка. Впечатление, что вот именно заплечный рюкзак или что-то, что подсоединяло или к готовой конструкции, которая имитировала человеческое тело, не являясь при этом... Душа думала, что она в теле, да, и взаимодействовала, выдавала энергию. Да, выдавала только энергию, но при том было сознание, осознанность какое-либо более-менее отключено, эмоциональный блок там не использовался абсолютно, в эту машину он не был встроен. Это было холодное, расчетливое какое-то. Ну а если учесть, что вот классификация, чем они занимались там, то это были воины. Это было войско. Это не было там люди, потребители, условно говоря, там какой-то обслуживающий персонал. Это чисто для воинских целей. Это мощная была такая машина выничтожения. Так как были отключены абсолютно все эмоции человеческие, какие-то вот блок внутренний был отключен, то это было абсолютно на 100% удачное решение, потому что никакой жалости, никакой эмпатии, ничего нет. Это дроиды там, да, только зачем-то нужна была душа в них. Это нужно было как аккумулятор, как механизм, чтобы это было как вечное войско. все-таки человеческая душа это довольно сильный потенциал. Там тоже было как насилие. Это еще до фиолетового было, да? До Дюны это точно. Сейчас я вот пытаюсь поставить, знаешь, как шарик, фиолетовую Дюну и вот так, вот так, туда-сюда, что она нигде не приживается. В вертикали это над зеленой. До фиолетовой. Мы были йодами. До фиолетовой. После туманчика. После туманчика. До фиолетовой. Какое-то, знаешь, оно было выше, потому что все эти планеты были, вот йода, правильно, это было, скажем так, словно в магический вектор. А это было уже вот сдвинуто абсолютно в технический какой-то вектор. Так и Дюна, но странно, на Дюне все село и тут противостояние силой. И тут противостояние силой, но при том очень развитая цивилизация, механические процессы очень развитые. Там электроника была и все остальное, да? Да. Но Роя не было, это был красно-черный. Нет, Роя не было, это была вотчина красно-черного. Но он был ярким представителем Роя, и он был заинтересованным лицом в Роя, скажем так, но это было именно его вотчина. Это было то, чем он заведовал его Вселенной. Это целая Вселенная, откуда он черпал силы. Он ее подчинил себе, был практически полностью. Какие-то очаги сопротивления были, но они, знаешь, если смотреть полностью на карту этой Вселенной, да, вот она такая вытянутая, немножко была, как грушевидная, какая-то там, там несколько синих вот точечек видно, это где были сопротивления, а основная масса была уже такая красная, очень насыщенного красного цвета, настолько насыщенный, что он приходил в черноту, знаешь, это было его полностью, он уже питался оттуда, он силы брал для того, чтобы там выжить. Были какие-то … Вселенные вампиров, да. Зла. Зла. Вселенная зла. вампиризм там был как один из факторов, как одно из проявлений, там как всё было сразу, знаешь, ну все, насколько это можно представить, какие ещё есть методы воздействия, это не только вампиризм, потому что вампиризм это больше как манипуляция, это и грубое проникновение, и сила грубая, тяжелая очень. И при том уровень жизни очень сильно развился, были разные уровни абсолютно. На некоторых планетах это было процветание и довольно сильно развитая цивилизация, а на других планетах, теперь я понимаю, откуда у нас идут картинки Средневековья. вот наши истории, которые нам сейчас дают, вот очень хорошо прорисовано Средневековье, да, там вот это, как сейчас называется эта эпоха, чёмные века или как, да, правильно, как история это называется? Ну Средневековье, да. Вот при Средневековье, да, вот примерно до Ренессанса, да. Да, вот примерно по энергетикой и по уровню, скажем так, жизни людей, ну я буду говорить людей, потому что я не знаю, как они там назывались, это примерно такие времена. Я не вижу там каких-либо признаков цивилизации в том плане, что власти какой-то, на некоторых планетах была власть, но это была как центральная власть Красночёрного и отделение, как знаешь, вассалы, кто ему подчинялся. Но некоторые просто это какой-то царил, это не хаос, это беспредел какой-то царил. Тяжело там очень было жить. Как знаешь, вот никакого там закона, никакого права, никакого как страха. Если опускаешься пониже на планетку, единственное, что оттуда идёт, это страх идёт. Постоянное чувство страха и опасности абсолютно все изучали, потому что невозможно было понять, когда кто нападёт. это как постоянно давило. Нас в это сейчас хотят тоже пропустить. Создать такое. Ну да. Все предатели, все друг за другом смотрят. Везде ограничения и так далее. В этот хаос. Это реально, как нам рисуют в Средневековье. я сейчас смотрю на планету, где вот просто непонятно, что творится. Но там есть какие-то, я не скажу, что это представители власти или представители какого-то порядка, там есть какие-то организации, которые этот страх как насаживают, понимаешь, они вызывают этот страх у людей. Вот это есть. Как это собирают? Скорее, да, скорее всего, что вот эти вот, которых я видела условно, биороботы или машины, которые с этими ранцами или как-то встроено в них, ну где-то с уровня спины встроено. Вот именно они это как вызывали в людей этот страх. У них типа генераторы, излучатели. Да, и они... Потом собирают как, знаешь, как выжимают. Я просто слышу этот топот, когда они идут вот как-то как земля дрожит, ну условно земля, поверхность-то, которая там есть. И люди чувствуют это и уже прячутся, понимаешь, только от того, что они как-то группами передвигаются и люди это уже ощущают. Ну они как генераторы страха, вот именно. Не они продуцировали страх, но они в людей это вызывали. Транслировали. Да, то есть на чёрном. Он всё собирал. На его волну. Мы туда пахим боком. Как обычно. Вляпались. Ну и смертью умер только... Нет, они тоже не с моей смертью. Ты какой-то странный. Ты уходишь, ты приходишь, ты аешься, нет. Я попрыгу. Я заметил. Вот туда попрячусь. Да, то нападаешь, то прячешься. Вот это вот состояние вот такого противостояния. То нападаешь, знаешь, как укусил, ударил, что-то сделал и вот туда-сюда, туда-сюда. Постоянно как силы какие-то. Летающий партизан. Ну что-то по типу. Восстание организовал. Поговорился тут. Дастра в ровер. Ты постоянно как-то передвижение у тебя. Как прятался постоянно. Посвящение, смотри, вот эти давали обучение, работа с силой, да. Какой-то процесс обучающий был, или кто-то учил этому. Какие-то... Я не могу сказать, что это академия. Это скорее занятие, знаешь, как тренер какой-то. Не знаю, что за тренер. Но вот кто-то как прикреплён полностью. Потом как посвящение, ну, можно сказать, ритуал. Вот в руку вот сюда раз-раз-раз одеваются. Вот эта штука на руке, которая на трёх, она вроде бы и не снималась даже. Она, знаешь, как вот вены, вот тут две, и вот тут одна, вот как на пульсе, да? Оно как вживлений, и я не помню, чтобы была возможность этого снимать. То есть уже если стезя, скажем так, условно, снова же не знаю, как она называлась, воина, то именно воинам уже и оставался. Снять меч, повесить где-то и уйти, возможности не было. Это как навсегда была дорога. То есть вот одели это в те определенные мечты, представители определенной, скажем так, партии силы, как это правильно сказать, и уже всё, никуда не денешься. Как этот меч работал? Так как он был подключен к телу человеческому, он работал, это как продолжение руки, как это было. Он как импульсами, он как к нервной системе полностью было подключение, он как с мозга получил какие-то импульсы, знаешь, как команда выдвинуться. С человека, да. Через человека, да, это было как интегрировано, как внедрено в человека. Какая там энергетика была? Тяжелая очень. Силу можно было в свет практически. И на каких уровнях он работал? Это не дело в энергетике, скорее, это дело в умении управлять энергетикой. Да, ну вот. То есть там люди могли это делать? Да, там люди, ну вот те, которые обучались этому делу, их же не раздавали налево и направо эти мечи. Этому нужно было выучить. Я думаю, что да. Это, понимаешь, это какая-то очень синхронизация именно квантового, условно говоря, уровня, и физического. Это настолько был какой-то симбиоз, что можно было мыслью вот раз и делать волны, делать лучи, делать вот оружие, орудие какое-то. Это было умение управлять энергетикой настолько мощное. Концентрироваться. Он мог и щитом становиться, и мечом. Да, разные функции может выполнить. Он или был вот такой узкий и длинный, или мог становиться широким, как круги какие-то от него отходили, и силовой именно. Не такой, что вот как там рыцари бегали, хотя шлем похож на рыцарский, такой же какой-то странный. Но у рыцарей все равно было открыто, это забрало, только было, наверное, там вот лицо, что мне интересно, лицо полностью закрывалось. Такой вот югончик, он как вот так надевался. Да, это... И одна крышка, вторая, третья. Улыбаешься? Часто шло. Да. Так, я... Да. Не обращаю внимания. Я подумала о некоторых функциях, которые были неудобны, скажем так, в этом мече, в этом шлеме. Кушать было неудобно или не кушать? Да, конечно. Ну, реально неудобно было кушать. И на этой базе повстанцев стероидов что делать? Почему ты... Я почему-то тоже летала туда-сюда, ты понимаешь, как постоянно чувство опасности, абсолютное чувство опасности. Как вроде утром проснулась и фух, проснулась. настолько незащищённая и опасная, я не помню, чтобы где-то ещё было. Как-то это было периодами, ну вот, какой-то период, что вот страшно-страшно, а там вся жизнь была страшно-страшно. То есть какого-то спокойного периода, я не помню. Я была какой-то разменной монетой. Когда я пытаюсь понять свою роль, мне идёт просто, что я была разменной монетой какой-то. Ну или я себя так чувствовала во всяком случае. Замуж выдали, и ладно. Нет, я не помню, что меня замуж выдали, и ладно. Я вот насчёт... Илья, я сейчас не об этом немножко. Я сейчас не об этом немножко. Я о том, что как-то, знаешь, мне постоянно приходилось спрятаться ото всех, как менять дислокацию, менять, где я нахожусь. Мне постоянно было страшно, что меня кто-то обнаружит. За мной почему-то все гонялись. Я не знаю, нафига я всем была нужна. Но вот такое впечатление, что все хотели меня поймать и съесть. Ну, вряд ли съесть, конечно. мне было страшно. Ну вот мне было постоянно страшно. Вот это вот ощущение, что среди ночи просыпаешься и вот сразу состояние, не понимаешь, где ты и что с тобой происходит. Вот это вот фух, где что, как. Вот это ощущение очень чётко помню, что. Мне какая-то ерунда была, как в мозг вставлена. Внешне это, я не знаю, по-моему, никак не проявлялось. Там не было обезображено лицо. Да, лицо или что-либо не было обезображено, но какая-то как платка, маячок, что-то вот было прям в голову. Как знаешь, какие-то операции, что череп лоботония какая-то вот разрезана и что-то вставлено. Вот реально на уровне физики было разрезано и что-то вставлено. Ну, чтобы невозможно было это забрать или каким-то образом повредить. Ну, можно было повредить, если убить. А вот пока живое, это как-то не было наружного, что там, подкрутил как-то или ещё чего-то. Какие там пейдинг-то просрали? Ваши на мечах сошлись. По-моему, мы не один раз сходились. Мы не один раз сходились, у вас постоянно уже говорят, что ты убегаешь, то он убегает. Как перевес силой какой-то. Постоянно то в одну сторону, то в другую сторону. Там никого не оказалось рядом, где. заподнял ловушку. Вот ощущаешь, что это какая-то ловушка, тебя выманили. Ты не должен был там оказаться. Тебя реально как выманили туда. Заставили, чтобы ты туда пошёл. Ты на тот момент не был готов к этой схватке. У тебя, знаешь, вот если брать индикатор какой-то на уровне там 73-74 не больше был запас какой-то вот энергии, мощности, силы, не знаю, чего там. Это был абсолютно проигрышный в самом начале бой. Ты понимал, что вряд ли выиграешь. Ты был вынужден на него вступить. и потом произошёл. Когда тебя убили, два контейнера каких-то железных которые твоей половинке нужно было спрятать и отправить как в разные части, чтобы не было синхронизации. И один как в какой-то вечный полёт отправили. Время даже иначе да. Фантазёр? Нет. Кто? А, красный чёрный. А, он знал, что это как навсегда вот где-то дрейфовать. впечатление, что как, знаешь, какое-то искривление, искажение пространства, как дыра какая-то. Тебя туда как втягивает часть тебя. Чёрную дыру вокруг него, да. Рукав какой-то, да, чёрная дыра. Почему-то было очень важно, чтобы ты не соединился. Стоп, ничего было долго прожило. Нет. Недалго. Убедим красно-чёрный с ним потом, чтобы с этой вселенной. Собрал всё полностью, подавил восстание. Вселенная вся стала красной без этих синих огоньков. Просто как проект закрыл, набрал мощность, восстановился до какого-то уровня. У него изначально была высечённая возможность, скажем так, самой его существования, это была усечённая функция, а не полная. Он хотел таким образом до какой-то определённой, знаешь, как массу какую-то набрать. Было мало какой-то одной планеты или двух, даже галактики было мало до той массы, которая ему была необходима, чтобы на статус претендовать, на тот, на который он претендовал первородного. Вот и когда собрал всё, когда как полностью заряд просто схлопнул эта вселенная. Да, вселенная схлопнулась, это я видел в любом состоянии с ним потом стала. И ему пришлось уничтожить тот физический носитель, которым было его сознание. В моменте, когда вселенная схлопнулась, он и своё тело как подорвал, но это было неважно. Для него тело это было просто субстанция. Это как и для нас в большом счёте. В принципе, да. Какие-то совсем минимальные повреждения душа не была разделена твоя. Только как отцарапано, знаешь, как какие-то вот, вот, как камень, допустим, скол на камне. Антиперетерин, как говорится. Да. Да, просто вот скол такой, знаешь, как вот скол, чток, и всё. и не смог. Да. Глаз. Вспоминаю, что не мозг вот такой вот плавился. Он медленно резал. Твоё сознание ещё оставалось, и он наслаждался. Он как прижал тебя, ты не мог двинуться. Он рукой как-то удерживал, а другой вот медленно-медленно вот этот ножик или меч скорее, он проводит и очень медленно ты распадаешься на части. Это не быстро. за медленно-медленно съёмка не спешил. после нанесения какого-то удара, что как обездвижил тебя. Я не вижу, чтобы ты упал. Такое впечатление, что ты как проткнут на что-то, на какой-то шип, вот знаешь, как зафиксирован, вот так, ты не упал. Ты вот стоишь, и этот шип, и ты не можешь двинуться, как на что-то тебя набросил, напоролся ты на что-то. знаешь, ощущение, что волна и тебя отбросила, и ты вот спиной туда прям. И не да, и не можешь пошевелиться. И он просто медленно режет. Уфушка, их там было много на самом деле. У нас трасса один. А я уже был никакой. Ты и пришёл туда рано. тебе нужно было ещё хотя бы несколько времени какого-то для того, чтобы восстановиться. Я вижу, что ну, три четверти заполнено, а вот нету. Это тоже была ловушка именно с целью ослабить. Но ресурсов у неё было много, поэтому он кидал на амбразуру многих их перемалывал, и всё, он тратился. В том моменте он просчитал, он не мог проиграть. Угу. он проиграл во времени, он проиграл в самом факте. У него не получилось то, что он хотел? Да. уничтожить именно тебя как душ. Для этого он собирал силы и для того, чтобы восстановиться, и для того, чтобы этой мощью тебя уничтожить. Это у него не получилось. Антиперитерин получился сильнее. у него не получилось восстановиться так, как надо. Он набрал энергии, но он не получил статус. И вот это я ему не дал своим присутствием там, даже если секунду был в Севселенной. как штырь, знаешь, как гвоздь. На кань стал гвоздь, и вот он не смог это забрать. Немножко подосрал ему и все. Впечатление, что ему не хватило какого-то ключа, чего-то, какого-то механизма, чтобы забрать твою суть душ и себя перекачать. Что-то ему как не нашел. Он не нахапал много энергии, все. Он того кона, скажем, который был в той вселенной, он как его, ну, выключил полусти. Да, этого механизма не было как действующего, он был как подключился к нему. Самому стать механистом. Но он хотел с тобой соединиться, он хотел тебя в себя перекачать как-то. Если бы меня не было в той вселенной, он бы того кона в себя. А так он просто его чуть глушил. И мы его помешали. В очередной раз я гибелью потасралирую. Сейчас похожая ситуация назревает. Попробуем поменять. Ладно, тут отдыхаем.